Бизнес-аналитика CMWP Итак, несколько ключевых тезисов о ситуации в макроэкономике России. Результаты прошлого года оправдались самые оптимистичные ожидания. Снижение МВП составило всего лишь 2,1% вместо 80% и даже 12%, которые ожидались в начале прошлого года. И, конечно же, такой результат стал возможен в основном за счет рекордных экспортных доходов от продажи углеводородов. Но еще важно смотреть на структуру МВП, потому что в прошлом году отдельные сектора показали рост, другие заметно снижались и как раз обеспечили снижение показателей в целом. Среди этих секторов оптовая и розничная торговля, и мы понимаем, что основным фактором, который на это повлиял, это резкое сжатие импорта, нарушение логистических цепочек поставок, то есть кризис предложения. С другой стороны, мы понимаем, что потребители находятся уже несколько лет в условиях снижения реальных располагаемых доходов, и в последние годы растет очень сильно закредитованность населения. В первую очередь, это касается ипотечных кредитов. Несмотря на то, что прогнозы регуляторов сейчас пересматриваются в сторону более оптимистичных сценариев, например, Минэкономразвитие буквально на днях выпустил прогноз, который предполагает рост ВВП на 1,2% в текущем году и на 2% в следующем году, ЦБ также планирует пересмотр своих прогнозов в более оптимистичную сторону в конце апреля, но при этом мы понимаем, что 2023 год пройдет для экономики России в условиях очень сильно сжатых доходов от продажи углеводородов, и это значит, что это неизменно приведет к дефициту бюджета. В сложившейся ситуации государство ищет новые источники доходов для покрытия дефицита, ожидает поддержки от бизнеса, а все свободные ресурсы направляет на поддержание социального блока.